Пространство неожиданно объединило многих ее поклонников против разработчиков компьютерной игры по мотивам Великой Отечественной войны. Их трактовка событий возмутила пользователей настолько, что запретить игру потребовали около 20 тысяч человек. Ничего подобного в мире высоких технологий еще не было. Репортаж Кирилла Брайдина. Война героев часть вторая. Игра не о политике, а о простых солдатах, о тех, кто победил фашизм. Так обещали разработчики, но удивляться приходится уже в самом начале. Свою военную историю главный герой вспоминает в ГУЛАГе. Ну а где же еще? Ведь он попал туда, рассказав правду. Например, о заградотрядах, которые, оказывается, сотнями расстреливали советских солдат из пулеметов. Эти русские вообще друг друга расстреливали почем зря. И не только. Советские солдаты сжигают жителей советских деревень. У геймеров сразу возник вопрос к авторам. Вы ничего не перепутали? Собственно, в первой миссии, ладно, заградотряды, это классический миф, они его используют. Я как-то протерпел. Когда мне сказали сжигать хаты, и вдруг из этих хат начали выбегать люди, они загорались, кричали. Я подумал, что это выше моих сил и выключил игру. Евгений Баженов сделал видеообзор игры в своем блоге. И первым заметил, что стратегия о героях выглядит почему-то антисоветской пропагандой в лучших традициях Холодной войны. В итоге весь смысл сводился к тому, что Советский Союз – это хуже нацизма. Но в том плане, что нацисты ничего плохого в игре не делают. Все плохое делает Советский Союз. И это возмутило, собственно. И ни одного Евгения. Почти 20 тысяч человек подписались под петиции о запрете игры. Автор документа, даже двух разработчикам и продавцам Антон Брежнев говорит, такие стратегии просто опасны. Ведь их школьники наверняка предпочтут учебнику истории, несмотря на гриф по 17+. По сути дела, уже не просто какая-то обычная клюква, которую можно взять и положить, и представить как авторское видение вопроса. Это перекладывание преступлений нацистов на советские войска. То есть это уже пропаганда. После появления петиции дистрибьютор решил остановить продажи игры в России. Сообщение есть на официальном сайте и примерно то же самое в ответе на запрос Первого канала. Но продавец за содержание не отвечает. Вот мы и попросили ответить авторов. И получили письмо издателя, в котором представители компании заявили, что проводят исследования претензий и сожалеют, что задели чьи-то чувства. И ведь есть о чем сожалеть. Еще пара примеров. Советские солдаты расстреливают в игре безоружных фашистов, а потом и польских партизан. Ничего личного. Странно, что забыли фразу «это только бизнес». Но, видимо, не только. Иначе откуда тогда эпизоды про заживо сожженных мирных жителей? Даже в сталинском тоталитарном государстве вот бессудные расстрелы, тем более расстрелы мирного населения, а в этой игре присутствуют такие сюжеты, когда солдаты расстреливают и сжигают мирных жителей, все это считалось техчайшим уголовным воинским преступлением. Но вряд ли авторов игры интересовали такие мелочи. Если главный герой этой эпопеи, дойдя до Рейхстага, делает прямо-таки удивительный вывод. Миллионы погибли ради этого флага. Ирония в том, что с тех пор, как Гитлер пришел к власти, Рейхстагом не пользовались. Столько жертв ради фотографий. Так вот, значит, ради чего воевали и погибли десятки миллионов. Если следовать логике авторов игры, чтобы сфотографироваться, а потом, наверное, запостить фотку в Фейсбуке. И не важно, что не было еще компьютеров и социальных сетей. Кого волнует историческая достоверность? Кирилл Брайнин, Евгений Маруськин, Игорь Крецков, Сергей Золотавин, Гура Мразилов, Алексей Печугин и Кирилл Данилов. Первый канал. Сегодня свой 90-й год.